В Прохоровском районе в минувшую субботу можно было выбрать себе буренку по вкусу. В селе Прелестно прошел первый молочный фестиваль «Наша порода-2017». Гостей праздника ожидали выставка животных сразу нескольких пород, коровье дефиле и даже аукцион. Но идея фестиваля гораздо шире. Это первый шаг к формированию племенной культуры в хозяйствах области, выводу ее на новый уровень. Наталья Давыдова узнала, а много ли корова дает молока, если она действительно племенной породы. Надеюсь, обоснованно ожидать высокие молочные продуктивности. Многие из юных гостей фестиваля коров вживую видят впервые. Для них интересна каждая буренка. А вот у специалиста требования строгие. Я выбрал корову номер 9. Высокая стать, большое вымя. Эта красавица Машка дает до 40 литров молока за один раз. И по словам тренера, который готовил ее к выставке, очень любит, когда с ней разговаривают. А вот эта модель в номинации «Коровы первой лактации», то есть впервые отелившаяся, сама не прочь поговорить. Как? Ты сама себе рассказываешь, да? Первая лактация. Долго пришлось вам с ней учить вот так ходить? Да нет. Месяц. Готовили к фестивалю своих участниц сразу 8 крупнейших агропредприятий региона. За чемпионское звание боролись коровы галштинской породы первой и второй лактации. Нетели, а также двухмесячные телята. А вот приз зрительских симпатий разыграли между коровами черно-пестрой, сементальской, джерсийской и айширской пород. Последняя подобная выставка прошла в нашем регионе 28 лет назад. Организаторы фестиваля считают, сейчас самое время возродить старую традицию. Наша площадка будет являться не только в будущем оценкой результатов работы всех коллективов Белгородчины, но и также мне кажется, что это будет хорошая площадка для новых проектов, для развития и общения между нами, для повышения компетенции всех сотрудников. Все это позволит достигнуть новых рубежей в молочном животноводстве. Мы хотели бы не просто добиться рекордов, мы хотим изменить вообще отношение к молочному животноводству. И это начинается вот именно здесь, на этой площадке. Новый проект позволит оценить имеющийся генофонд и определить дальнейшие шаги в селекционной работе. Ведь 2017 год объявлен годом развития племенного отечественного животноводства. Мы сегодня имеем племенные стада крупнорогатого скота молочного направления продуктивности по 21 породе. У нас сегодня в лучших передовых хозяйствах племенных молочная продуктивность по стадам в среднем составляет, есть такие, 11-12 тысяч килограмм на голову. Разве это не достояние? Достояние, которое не стыдно передать детям. На праздники для маленьких гостей и полезные акции, и веселые развлечения. И, конечно, возможность пообщаться с животными. Телочка. Это телочка. Возможно, кто-то из этих мальчишек и девчонок захочет стать известным селекционером и вывести новую породу, дающую много молока. Наталья Давыдова, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогорья.